Борис Джонсон, нынешний премьер-министр Великобритании, недавно сделал заявление с предложением создать некий новый альянс для противодействия российской агрессии и поддержки Украины. В этот альянс предлагается включить страны Восточной Европы, которые активно поддерживают сегодня Украину, и, возможно, Турцию при ключевой роли Великобритании в этом альянсе. Про этого человека можно говорить много часов, про то, как он менял свои политические убеждения, колеблясь от левых к правым, от либералов к консерваторам. Как много раз его обвиняли в демагогии, в популизме, в откровенной лжи, в оскорблении своих оппонентов, в российских и сексистских высказываниях, после чего ему приходилось оправдываться, извиняться. Его неоднократно уличали в дезинформации и недостоверных сведениях в тот период, когда он был журналистом. Он мог поддержать присоединение к вторжению в Ирак и через несколько лет говорить, что это была трагическая ошибка. Он выступал за экономию бюджетных средств и оптимизацию трат из бюджета, но неоднократно приносил ущерб, в том числе, будучи на посту мэра Лондона, и неоднократно обвинялся в нецелевом использовании этих самых бюджетных средств. Борис Джонсон, опять же, многократно обвинялся в недобросовестном исполнении своих обязанностей депутата и в некорректных недипломатических высказываниях. Вместе с тем, многим нравился такой стиль политика, многим по-прежнему нравится его показной демократизм, его злохмаченная прическа, которая как бы должна свидетельствовать о том, что вот я какой простой парень из народа, не стремлюсь следовать правилам и нормам чопорной английской политики. Но описывая биографию этого замечательного человека, почему-то стараются утаить одну очень важную, на мой взгляд, деталь, которая особенно становится актуальной в свете предложений этого главного союзника Украины, как сейчас его принято называть. А деталь эта заключается в том, что одним из ближайших друзей этого замечательного союзника Украины является бывший, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что бывших не бывает, генерал Комитета государственной безопасности Александр Лебедев, который еще в 80-е годы, в советскую эпоху, был разведчиком в Лондоне. Дружба эта настолько близкая, что Борис Джонсон в свое время присутствовал на свадьбе сына этого генерала КГБ Евгения, а в 20-м году, в разгар пандемии, он, по-видимому, в качестве подарка к 40-летию, подал представление королеве Елизавете о присвоении этому самому Евгению Лебедеву звания пэра Англии, члена палаты лордов. И теперь этот отпрос КГБшного генерала является не только британским предпринимателем, но и бароном. Сам же Александр Лебедев был одним из олигархов-назначенцев, которые были созданы сначала спецслужбами Советского Союза, а потом и Российской Федерации, для того, чтобы можно было вполне легально разворачивать экономическую, политическую, разведывательную деятельность за пределами Российской Федерации и, в частности, в Англии. А наивность британской разведки, контрразведки вызывает многочисленные вопросы. Мы помним прекрасно, как в 30-е, 40-е, 50-е годы в английской разведке вербовались в том числе высокопоставленные офицеры. И наивное предположение, что могут существовать генералы КГБ, ФСБ, которые уходят в восставку, потом становятся удачливыми предпринимателями, потом, как генерал Лебедев, меняют много различных политических партий, все время находясь в центре внимания, в центре политической деятельности, которые с восторгом принимают присоединение Крыма, поддерживают любые проявления экспансионистской политики гибистского руководства Российской Федерации и умудряются довольно легко врастать в западную экономику, в западную политическую культуру, направляя эту экономику и эту культуру на достижение целей необольшевистского правительства Российской Федерации. Кстати говоря, Александр Лебедев также являлся владельцем газеты The Evening Standard, газеты The Independent, которые были приобретены в рамках начала активных гибридных боевых действий против западного мира руководством Российской Федерации, начиная с 2007-2008 года. Газеты были приобретены в 2009 году. В 2012 году Лебедев через банк, которым он владеет, предложил ввести в совет директоров российской авиакомпании Аэрофлот другого кремлевского протеже Алексея Навального. Кроме того, Лебедев вместе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым владеет изданием «Новая газета», считающейся единственным печатным изданием в России, которое критикует политику властей. Верить в то, что в Российской Федерации могут быть какие-либо издания, которые проводят журналистские расследования, выступают с критикой позиции Путина и его окружения, может только человек, либо очень наивный и совершенно незнакомый с практикой Российской Федерации, либо заранее ангажированный журналист, который просто способствует распространению подобных небылиц. Понятно, что Лебедев является в первую очередь куратором этого издания, который позволяет до определенного момента по полученным инструкциям выдавать ту или иную информацию в публичное пространство для того, чтобы в нужный момент можно было дать полезную дезинформацию. Что, собственно, происходило в свое время с компанией НТВ в 90-е годы, а когда она также позиционировалась как оппозиционная, выдающая полноценный правдивый продукт, но при этом курировавшийся бывшим начальником идеологического управления Комитета госбезопасности СССР генералом Филиппом Бабковым. Вот такой замечательный друг, если не куратор в прошлом, имеется у нынешнего премьер-министра Великобритании. Поэтому те, кто питают какие-то иллюзии относительно нашего самого лучшего, самого верного союзника Бориса Джонсона, относительно реальной помощи, которую может оказать Борис Джонсон и в особенности относительно создания некоего нового альянса, который, на мой взгляд, создается просто по принципу, чтобы развалить какое-то движение, его нужно возглавить. Так вот, никаких иллюзий быть не должно. И очень внимательно следить за действиями этого человека нужно не только потому, что он такой крайне эксцентричный шут в стиле Жириновского или Дональда Трампа, а именно вследствие его таких странных и неоднозначных связей. Некоторые эксперты утверждают, что нынешняя политика и нынешняя политическая активность Бориса Джонсона в отношении Украины в первую очередь связана с тем, чтобы отвлечь общественное мнение Великобритании от всех претензий к премьер-министру, которые возникли в период локдауна и пандемии, и попытаться таким образом получить новые политические очки для себя. Возможно, это и так, но тем не менее, мне представляется, что очень важной является та деталь, о которой было сказано в нашем ролике.